Минский городской центр гигиены эпидемиологии это крупное учреждение, которое имеет высокий рейтинг во всей республике. Самое основное направление это обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения столицы. В это направление входит контроль за всеми сферами деятельности. Аккредитована наша лаборатория по всем необходимым международным стандартам, поэтому все те исследования, которые проводятся здесь у нас, они имеют очень высокий рейтинг. Лабораторная служба, которая включает в себя два основных подразделения, это микробиологическая лаборатория, в которой есть опять же несколько подразделов. И санитарно-гигиеническая лаборатория, в которой имеются лаборатории и гигиены питания, и гигиены труда, в которой оцениваются те условия труда, в которых работают наши трудящиеся. Это и лаборатория исследования физико-химических методов, радиологическая лаборатория, лаборатория исследования атмосферного воздуха, То есть направление очень обширное. Мы проверяем все объекты, получается, в Минске, районы мы проверяем. То есть все административные здания, детские сады, поликлиники. То есть все непосредственно можем уже отслеживать содержание, где превышает, где показатели флорирования воды. То есть насколько у нас допустимые показатели по флоро-органическим соединениям. Мы являемся центром коллективного пользования, поэтому весь биологический материал со стационара города Минска, с поликлиника города Минска доставляется на лабораторию. Вот сразу вот у нас стоит компьютер, и результаты сразу вводятся в программу КУНЕ, и по электронной почте отправляются уже непосредственно в отделение. Проводится ПЦР-исследование в нашей лаборатории. И лаборатория, с учетом, с приходом новой коронавирусной инфекции, она стала более мощная за счет того, что пришлось дозакупать ряд оборудований. Ну и часть оборудования нам, конечно, по гуманитарной помощи еще выделили. У нас фактически две лаборатории, которые проводят тестирование. Одна лаборатория у нас находится на броневом переулке, а вторая в национальном аэропорту. У нас еще есть дополнительные пункты забора материала, которые мы открыли на центральном автовокзале и железнодорожном вокзале. Для удобства наших граждан. Возвращаясь к мероприятиям, профилактическим мероприятиям против коронавируса, не нужно забывать, что все-таки основным мощным оружием против коронавируса является вакцинация. Причем неважно, какой вакциной будет вакцинирован человек, китайской или российской, титр антител в любом случае будет нарастать при активной иммунизации. Поэтому убедительно просим всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от этого коварного заболевания. Продолжение следует...